Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Каким был 2016-й? Итоги работы за прошлый год подвел президиум Лицкой районной организации Белорусского общества Красного Креста. Называем цифры, то есть количество получателей помощи, хотя для нас это не просто цифры, это участие в судьбе каждой семьи, которой мы оказали помощь. Выступили достойно. Учащиеся 17-й Лицкой школы завоевали на областных предметных олимпиадах 10 дипломов различной степени. Традиционно хорошо выступили наши ребята по химии, физике, астрономии, техническому труду, географии и биологии. К областной олимпиаде отлично можно подготовиться и в сельской школе. Девятиклассница Йотковской школы Олеся Леончик завоевала в этом году в Гродно диплом третьей степени по трудовому обучению. Я усердно готовилась, многое чего повторяла, учила. На ковер вышли сильнейшие. В Лиде прошел чемпионат в Беларуси по греко-нильской борьбе. Здесь действительно все самые сильнейшие. Сейчас обо всем по порядку. С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. С января 2013 года их размер зависит от количества детей в семье. На первого ребенка выплачивается 35% среднемесячной заработной платы по стране. На второго и последующих детей 40%. Пособие на ребенка-инвалида составляет 45% среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения этого ребенка в семье. Для расчета размера пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с 1 февраля по 30 апреля текущего года будет применяться показатель среднемесячной заработной платы за 4 квартал 2016 года в размере 746 рублей 80 копеек. Таким образом, в указанный период на первого ребенка размер ежемесячного пособия составит 261 рубль 38 копеек. На второго и последующих почти 299 рублей. На ребенка-инвалида – 336 рублей. Размер детских пособий, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума, будет определен после принятия постановления Министерства труда и социальной защиты об установлении его нового размера с 1 февраля по 30 апреля. Итоги работы за 2016 год подвел сегодня Президиум Литской районной организации Белорусского общества Красного Креста. На заседании обсуждались направления деятельности, взаимодействия с различными предприятиями, организациями, учреждениями и результаты многочисленных акций, в том числе и проводимых с привлечением волонтеров. Также сегодня были определены задачи районной организации Белорусского общества Красного Креста на 2017 год. Мы подводим итоги, называем цифры, то есть количество получателей помощи, хотя для нас это не просто цифры, это участие в судьбе каждой семьи, которой мы оказали помощь, любую. В том числе сегодня мы подводим итоги количества проведенных акций, то есть это наша просветительская, профилактическая работа, с привлечением волонтеров для того, чтобы занять сегодня молодежь полезными делами, привлечь их к здоровому образу жизни, немножечко вытянуть из-за компьютеров. Я надеюсь, что нам это удается. Да, 2016 год был нелегким, но зато он был очень насыщенным. У нас действительно есть что рассказать, есть что показать. Мы активно это делаем в средствах массовой информации, также мы стараемся свою информацию в социальных сетях распространять для того, чтобы большее количество людей смогли увидеть о результатах нашей деятельности. Что для нас 2017 год готовит, мы пока не знаем, но свои задачи мы, конечно же, определили. Неизменно, конечно, предметом деятельности для нас будет оказание помощи социально уязвимым категориям граждан. Также мы хотим увеличить количество волонтеров нашей организации, хотим наладить работу с первичными организациями Красного Креста. Планируем, что работа с ними будет строиться по принципу одна первичная организация, одно мероприятие, значимое в год, либо одна закрепленная семья за определенной организацией или учреждением. И постараемся наладить еще больше работу с учреждениями образования для того, чтобы с малых лет дети знали, что такое Красный Крест. Ведь все мы учим своих детей делиться и делать добро дома, у себя, в семьях. Так давайте же научим этому детей с раннего возраста и в нашей большой общественной жизни. К другим темам. В 2013 году учащиеся 17-й элитской школы впервые завоевали на областных олимпиадах 10 дипломов. Спустя 4 года они повторили свой успех и снова положили в копилку 10 наград. Правда, на этот раз они были лучшего качества. 5 третьей степени, 3 второй и 2 первой. Причем один из них за абсолютно первый результат в областной олимпиаде по физике. История девятиклассника 17-й школы Сергей Лазы – приклад для тех, кто рано сдается. В этом научном году он был другим на районной олимпиаде по физике. Но по количеству набранных баллов смог пробиться на областный этап и там уже показал абсолютно первый выник. Я знал, что конкуренция будет очень сильная и очень серьезная. Я рассчитывал на то, что будет сильная, вот маленькая разница между баллами. В итоге получилось не так. Но конкуренция все равно была очень большая. И я очень сильно готовился к этому. Каждый день занимался по часов 8. В принципе, я делал больше акцент на практику, потому что понимал то, что ей я могу очень спокойно поднять баллы. До олимпиады Сергей рыхтовался под керовництвом наставника физики Дмитрия Тежика. За 16 годов працы в школе гэты педагог допомог стать переможцем и призером областной республиканской олимпиады по физике об астрономии ни одному в учню. В оси сё лета, кроме Сергея Лазы, с Гродно с узнагородами вернулись и его 11-классники у Владислава Фишбайна и Олег Жуковский. У одного диплом другой ступени по астрономии, а у другого – третий по этим же предметам. По меркованию Дмитрия Александровича для поспеху в учню потребный талент, мотивация и працевитость. У ситуации с Сергеем у СГТ складальники есть. Я думаю, залог у любого успеха, в том числе у Сергея, это, конечно, 10% таланта, его любопытство к предмету и остальное – это всё работа и работа, то есть регулярные занятия. То есть мы с Сергеем, как шахматистом, планируем на будущее, то есть разрабатываем стратегию развития, занятий наших, то есть смотрим на шаг вперёд. Помогло добиться таких результатов? В первую очередь помощь нашей администрации школы и наш замечательный учитель математики ГУК Наталья Евгеньевна, которая нам помогала разбирать сложные темы математики. И в том числе мы много уделяли внимания проведению экспериментов. Значную роль, на думку Дмитра Тежекова, подрыхтовцы до Олимпиады, мая профильное навучание, якое недавно вернулось в школу. Вот только педагог лечит, что оно повинно начинаться не в 10 классе, а в 9-м и навыту 8-м. На современном этапе в нашей школе, как и во всех обычных средних школах, вернули профильное обучение, что позволяет заинтересованным учащимся в 10-11 классах успешно готовиться к экзаменам, поступлению. Но чисто подготовка к тестированию, это ещё не значит глубокое понимание самого предмета. И поэтому мы с Сергеем и с другими его одноклассниками начинаем уже в 8-м, в 9-м классе готовиться к Олимпиадам, другим конкурсам, турнирам юных физиков, для того, чтобы более глубоко с помощью экспериментов, в том числе, понять суть предмета. Я считаю, что в нашем городе должны быть созданы для таких учащихся специальные центры подготовки одарённых ребят. Наведовать центр подрыхтовки одарённых детей мог бы девятиклассник Антон Пышинский. Правда, его у одрузнения церкви и лазы больше привабливает химия. Любовь с этим предметом у хлопчика 6-го класса. У 7-м он у першиню проверил свои веды на районной Олимпиаде. И хотя выступал за 9-й класс, занял третье место. На наступный год Антон Перамох на районном этапе показал абсолютно первый выник на областном и завоевал диплом другой ступени на республиканском. Всю лету он так само отримал диплом первой ступени на областной Олимпиаде и зараз рыхтуется до республиканской. На Олимпиаде областной по химии была довольно достойная конкуренция. Я рад, что занял первый диплом среди таких умных детей. Я не собираюсь на этом устанавливаться и хочу также улучшить свои результаты, показав себя на республике. Химия для Антона – предмет, можно сказать, семейный. Его старейшая сестра Маша так само поспехово выступала на Олимпиадах, а в 9-м классе из Республиканской Олимпиады по химии привезла диплом третьей ступени. Ее, как зараз и Антона, до интеллектуальных споборництва урыхтовала Жанна Лябецкая. Как педагог, я на нем можу нарадоваться, что на ее шляху сустрелся Антон. Про такого вучня, каже Жанна Степановна, марить каждый наставник. Антон – очень талантливый и даренный мальчик. У него развито чувство химического вещества, у него специфическая логика рассуждений, но еще он очень трудолюбив. Когда ученики спросили у своего учителя, у Менделеева, «Дмитрий Иванович, вы гений», он ответил, что я не гений, я очень много тружусь. Вот это я хочу отнести своему ученику, Пышинскому Антону. И пожелать ему в дальнейшем совершенствовать свои знания, умения по химии, чтобы они, конечно, помогли ему в будущем выборе профессии. Антон Пышинский может связать жизнь с медициной, а в этой сфере без химии никак. Тому он и отдаёт предмету по некоторых годин на день. Наведывая олимпиадную школу, занимается с наставницей индивидуально, а потом еще и дома самостоянно. Жанна Лябецкая выполнена – у Антона все отримается. И это не интуиция, это шмат годовый опыт. Жанна Степановна у педагогицы 30 годов, и она мает десятки переможцев и призеров областных и республиканских олимпиад и множества вучни, которым химия допомогла сделать профессийный выбор. Олимпиады, конечно, это хорошо. Они помогают детям при поступлении, они воспитывают силу воли, выносливость, они дают знания. Но самое главное – это знания дать детям и увидеть потом своих детей уже в будущем. Вот мои многие ученики, например, учительница, даже есть в первой школе учитель, преподаватель, Рахус Настя, это моя ученица. Ученик, например, Жуковский Юра, врач, вот он даёт интервью над проблемами медицины. Поэтому у меня очень много детей, я горжусь ими. А кроме физики, химии и астрономии, всё лето вучни 17-й школы завоевали на областных олимпиадах дипломы по географии, биологии и прационным навучаниям и отримали пять похвальных отзывов по химии, географии, биологии и информатице. Такий выник, означает, керавник навучальной установки не оставил нечаканным, бо в школе есть усек от медосягнений. Талиновитые вучни, профессийная педагогия и добрая материально-техническая база. Всё, что зависит от администрации, мы пытаемся, конечно, сделать, это улучшение материальной базы школы. То есть всё то оборудование, которое необходимо, и мы можем предоставить нашим педагогам, мы его предоставляем. Ну и, конечно, огромнейшая заслуга – это педагоги, педагогов. Они добиваются этих результатов не первый год, поэтому я хочу отметить, кроме уже упоминавшихся педагогов, как и Лебецкая, Жанна Степанова, Тежека, Дмитрия Александровича, Губейко, Светлана Андреевна, у которой на этой олимпиаде трое учащихся заняли призовые места. Веретила Ирина Казимировна, Лемонтович Казимир Казимирович, Санюк Янина Адмундовна. До республиканских олимпиад зараз рихтуется 36 литских школьников. Утымлику Сергей Лоза, Антон Пышинский, Владислав Фишбайн, Татьяна Вянскович, Катярына Баран и Ирина Янцевич 17-й школы. Выступать они будут в складе команды Гродинской области, с яким выником вернуться до дому, станем дома у конца сока века. Республиканские олимпиады по учебным предметам пройдут в конце марта. Лида в этом году впервые будет принимать участников олимпиады по математике. Неплохой результат показали в этом году на областных предметных олимпиадах и учащихся наших сельских школ. Представители Йотковской, Ваверской и Дитвянской завоевали по одному диплому третьей степени. Оксана Банцевич побывала в агрогородке Йотки, где встретилась с девятиклассницей Олесей Леончик и ее учителем и поинтересовалась, легко ли попасть в призеры областной олимпиады по трудовому обучению. Для Олеси Леончик диплом третьей степени на областной олимпиаде по трудовому обучению – значительное достижение, ведь до сих пор ее самым большим успехом было третье место на районе олимпиады в 2015 году. Но, несмотря на это, достойное и нынешнее выступление в Гродно ни Олесе, ни учитель Тересы Бутерля не считают случайным. Просто ежедневная подготовка в школе и многочасовая дома в конце концов дала отдачу. Я к этому результату шла уже несколько лет, я готовилась на протяжении много лет уже, и для меня это большое достижение. Трудовое обучение заинтересовало Олесю больше других предметов еще в пятом классе. Позже, кроме уроков, она стала посещать кружки рукоделия и кулинария, руководила которыми Тереса Бутерля, а также ее олимпиадную школу. Педагог сразу же заметила способности девочки и решила готовить ученицу к олимпиаде. Но в течение трех лет Олеся не могла пробиться дальше районного этапа. В этом году она стала первой в школьной олимпиаде, а потом первой в районной. Набранные баллы позволили ей пройти рейтинг среди участников районных олимпиад Гродничины и принять участие в областной олимпиаде по трудовому обучению. Прилежная, очень трудолюбивая, всегда добивается целей. Мне повезло, что ученица с большим желанием добивается результата. Она и на уроках совершенствовала свои навыки, и на занятиях кружка активно работала, на занятиях кружка рукоделия, кружка кулинария, а также мы еще занимались в олимпиадной школе в этом году. Поэтому результат достигнут вот таким вот трудом. В этом году олимпиада по трудовому обучению проходила немного в ином формате, чем обычно. Был отменен творческий конкурс, во время которого ребята защищают свои заранее подготовленные работы. Два же других испытаний остались. Во время теоретического тура участники олимпиады должны были ответить на 25 вопросов, а во время практического сделать предложенные изделия, используя различные технологии, не забывая о качестве. На практическом туре нужно было изготовить салфетку с обработкой углов по диагонали и вышивкой. На теоретическом туре нужно было ответить на вопросы и решить задачи. Тереса Бутурля работает в школе уже 26 лет. За это время она подготовила не одного призера района олимпиады по трудовому обучению. Но вот на областном этапе удалось завоевать награду только Олесе Леончик. Диплом третьей степени вдохновил на работу и педагога, и ученицу. А это значит, в следующем году они постараются подняться еще выше. В олимпиадах по трудовому обучению мы ежегодно и активно участвуем. В те годы у нас были результаты в районном этапе. В этот год мы заняли первое место в районной олимпиаде и вышли на третий этап Республиканской олимпиады по трудовому обучению. Диплом завоеванной Олесе и значимая награда для всей Йотковской школы. Последний раз ее ученики возвращались с наградой с областной олимпиады в 2014 году. Тогда диплом третьей степени по белорусскому языку получила Виктория Акола. А вот по трудовому обучению последний раз награды областного уровня учащиеся Йотковской школы имели в 2013 году. Диплом третьей степени тогда завоевал Ян Покуть. Руководство учебного заведения говорит, что и оно, и педагогический коллектив делают все, чтобы работать на результат. Однако конкуренция настолько большая, что пробиться в лидеры сложно. В середине этой недели в Беларуси снова резко похолодает, но ненадолго. Уже завтра по Гродненской области в течение суток будет от 2 до 7 градусов мороза. В четверг ночью столбик термометра может опуститься до минус 17, днем будет 4,9 со знаком минус. В пятницу ночью прогнозируется 11 градусов мороза, а днем будет от минус 3 до плюс 2. Снег в основном будет идти в ночные часы. И о спортивной жизни личины. В Лиде прошел чемпионат Беларуси по греко-римской борьбе. Участие в нем приняли команды со всех областей республики и города Минска. Всего на ковер выходили более сотни спортсменов. Данное соревнование – отбор борцов греко-римского стиля для участия в чемпионате Европы и мира. На ковер в Лиде выходили сильнейшие белорусские спортсмены. Среди них были и участники мировых соревнований и начинающие борцы. Они боролись за медали в восьми весовых категориях. Схватки судили лучшие арбитры международной категории. Самое отрадное, что это первый чемпионат нового четырехлетия. Это первый чемпионат, где будут рассматриваться новые перспективные борцы, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2020 года. Ну и по составу участников. Здесь действительно все самые сильнейшие. И те три человека, которые участвовали в Рио-де-Жанейро, тоже здесь представлены. Только не в своих весовых категориях. Здесь принимают участие Джамид Гамзатов, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио. Сослан Дауров, участник Олимпийских игр. Ну и также много очень цитлоновых борцов. В составе сборной Гродинской области по греко-римской борьбе выступали выпускники Лицкой с Дюшор номер три. Ярослав Кардаш, Максим Воишнис и Валерий Поленский. Все они, выиграв предварительные схватки, прошли в финал. В непростой борьбе наши спортсмены смогли завоевать медали. Максим Воишнис и Ярослав Кардаш стали третьими в своих весовых категориях. А Валерий Поленский – серебряным призером чемпионата Беларуси. Очень приятно, что чемпионат, очередной чемпионат страны проводится в городе Лида. И для гродницев он особый, потому что в восьми весовых категориях восемь наших гроднинчан оспаривают золотую медаль. В том числе и есть уроженцы, которые родились, которые начали заниматься греко-римской борьбой. Это в Лицком районе города Лида. В общекомандном зачете сборная Гродниской области по греко-римской борьбе в чемпионате Беларуси показала лучший результат и заняла первое место. Наш выпуск завершен. Встретимся завтра в 19 часов на Лида ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова